вторую рыбу я сделала вот на такие порезала стейки она такая ребята жирнючая и разрезать мне было трудновато потому что рыба была как свежа и тики охлаждена если бы она была мороженого то конечно мороженую ну ты и реже полено понимаешь то есть и легче разделить цех стейках значит что тут по голове рыба здорова десь килограмм шесть голова совсем вот небольша вот голова совсем небольша но я так резала чтоб тут рожки и осталось мясо хвост с хвоста с хвоста сняла шкурку тем она была творить потом вы показать с горячей тушки вону легче снимается кожица взяла сняла шкурку и есть тут вот эти вот ну как бы казать еще щеки наверно это называется вот это будет у меня я куха это будет я куха с предыдущей рыбы да я сделала филейки на засолку засолила там у меня остався хребет брюшка то же самое голова хвост щеки и брюшка с двух сторон и хребет в общем там на две хорошие ухи у она будет с 1 я вам покажу как я засолила даже осталось а вот чем они и и солнце осталось тут соль сахар а тюрибку второго она была по более крупнее до 10 килограмм пять с половиной больше шести килограмм я порезала но вот такие вот большие стойки вот такие вот толстые ну не знаю сколько в нем он увен тяжелый тяжелый стейк вот я вам покажу так на свету и вот такие прожилочки жирненько она была без кишек то есть он не забрал и укр икру забрала кишки и все и рыбку нам от продал вот такие вот стойки вот такие картина так а кто вообще специалист по рыбе может откомментировать нормально цари бачили нормально но не конечно запах таки сладковатый вот мне напоминает кальмары вот тики тики кальмары свежие вот такие вот сладкий запах аромат такие прекрасный вот так она ой пахнет вообще мы сейчас с первой рыбины варится вот эти вот всякие что я говорила на уху куху буду готовить значит эти стейки так как у нас три человека семьи я взяла самая большая блюдо в мене який есть есть самая большая блюдо тут я запекаю и петушков в мене мясных мясо и перепелов и так далее и хочу запекти три стейка ну для нас троих три больших стейка будет как бы сказать можем не доисти потому что я же говорю аппетита есть и нема то есть еще с аппетит у меня первое есть и потом еще с удочки час вот сын все есть и не хочет ничего тянушись на что сладкое но такой сильной жажды кушать нема вот ребята все и начинается вот у когось может смертельное обжорство у когось вообще не хочется есть и я так думаю 3 то есть выбрать три маленьких стейка или два больших нам запекти вот на противне и мы говорится поделимся як це получается чуть-чуть сольки чуть-чуть специи на натуральные специи есть для рыбы вот там где кунжут да сюда дуже-дуже аромат не я туда чуть-чуть чуть-чуть . вообще сольки чую можно не солить но чуть-чуточку вот и специи и все и в духовочку сюда фольгою можно накрыть она чуть побелее и все и можно кушать что я сделаю я щас и его так замариную специи чуть только на противень накрыли пускай стоит сегодня отправка я на заказала у нас не про петровскую область инкуб яйцо кур мини мясные опалевые белохвостые сегодня 20 февраля вот значит мы едем сейчас упаковывать и отправлять и потом я приеду по пасу курочки свои менюшечки по пасу с брезгальцами вот и подел уже на вечер я поставлю в духовочку и запечу вот так вот стейки я резала можно сказать что десь на сантиметра два потому что вона охлажденка рыба получили мы и с одессы от святули святуля базаренко оставлю ссылочку в описании на тик тук на и инстаграм есть на youtube канал на youtube я видео не довелась всю информацию взялась тик тока из инстаграма и заказали на его таки вот свежий продукт ребята мои одесситы меня дивляться одесситы можете прийти до ней по рыбку а муж у вас свои точки есть вот и ну и если по украине кто хочет заказать заказывайте все дошло вчера заказали то есть вчера заказали сегодня уже рыба ума на первомайске одесса первомайск очень быстро по украине очень быстро все упаковано очень классно ребята все запечатано пленкой скотчем пакетами скотчем все это запечатано икра кита очень вкусно вообще бомбезно так и вона и говори про на яйца все вкусно вот и шоша мы взяли рыбу киту а и колбасу взяли по колбасе и будет отдельный обзор так а я мариную буду показать рыбку подготавливать до запекания ну и если вы это видите видео за трапезой кушайте смачного вам приятного вам аппетита и нам приятного буде аппетита вот такого на таки не порезала вот а тут вообще куски такие толстые куски толстые вот так мы будем есть эту рыбку я не знаю может и три недели мы будем есть и потому что аппетита вообще нема можно вот так стейк один там разделить на три дня и и кушать вот аппетита ребята нема надо ехать за овощами надо ехать за кимись огурцами за перцем за авокадо за якоюсь капустой за яблоками потому что в мире происходит то что ести вообще не хочется человек очищается або сухая диета або на воде то есть на воде меня сейчас спасает знаете что что я ем я ем тикву кашу плющина овсянка и кабак на воде вот все вот сама не я кабак и я его им захлёб то есть казаночок можно заробить десь на литре три там зварится десли 3 2 вот и мы с дочкой там за два дня мы его зидаем вот вот это у нас шеф шеф ше трошечки пидаржу я потому что сейчас февраль месяц и жажда такой якоюсь есть и холод или что-нибудь вообще вообще не может и есть и я уже не понимаю что я хлеб який я печу мы его вообще мало и потребляем мало кушаем хлеба вообще мало ну все ребята всему добру всем наилучшую загляните я ставлю ссылочку описание до светланы в инстаграм тикток кого интересует рыба чи правду отправляются отправляют мы получили вот и че все качественно все правда все качественно отправляют мы получили и все отлично ничего не там не вонюча не завоняне не не заплесовано ничего у нас пермазки тоже есть рыбные павильоны и рыбные есть магазины но воно ребята все переморожено заморожено полусуха и то есть качество улетучилась даже есть и там большая сеть магазинов открыта но качество а ребята потеряли или вы не покупают второсорта и кисе продукт товар и тут его продают чтобы кисно вар на городе мелком на нищем населення заработать но можем больших крупных городах таки как днепропетровск киев одесса там большие столичные города у них скорее всего что есть и сети крупных магазинов где они могут закупить как бы сказать свежим в виде по цене обращайтесь дивиться у неи вот но я считаю что по цене все нормально воно того стоит ребята чистый хороший не гнилий не вонючий не вимороженный не гнилье не сухая не после сотых заморозок после отключения включения электричества где воно вонь на ньому слизь такая ужасно ты же платишь гроши пускай ты заплатишь 800 гривен за килограмм так ты же возьми возьмешь продукты ребята ты возьмешь продукт ты труд трудился заработать деньги и ты что будешь кушать гнилий продукт обсохший обслуженный обслуженный и так далее ты же свой труд ценишь где ты заработал деньги или ты что ты призвел или ты здесь работа на работе ты же хочешь потом 5 взять не гнилий продукт ну может кто на цены обращаем внимание ну подумаешь ну там жонтой жонтой силос тай силос ну будь что там можно кушать главное чтобы кишка была полна да главное чтобы кишкой было чем завтра сходить туалет ну а кто и понимает даже ценности кусочка от мяса ему можно вот цей стейк вот больший да ну вот эта полоска ну лично я ее не зим я могу вот ну часть изъести потому что понятно что ты саму рыбу не будешь ести ты якийсь рис отваришь якусь овощинку зисышь и порция вона маленькая порция там 150 грамм порции больше не можно съедать вот особенности белка ну все ребята час добрый мы готовим смакуем а вы заказываете можете написать комментарии может вы рыбы вообще не любите может вы любите перепела но если перепела звоните 067-347-68-32 до цего номера подключен вайбер кого интересует перепели не яйца пищевые кого перепели интересует перепела мясо идеальное у нас мясо котируется тоже можете подивиться какие у нас тушки перепелов заказуйте вирезка у нас будет десь в середині марта есть на ней заказ там чу-чуточку можем вам делите все ребята всего вам добру всем наилучшего смачного вам благоразумия разума и всего наилучшего сухай вам все смаку я хай вам все будет в аппетит всем добра